мур привет друг это зверько за 15 сезон мы получим облик на клинта охотник на ведьм и наконец-то скин неплох и персонаж играбелен давай же окунемся в этот мрачный вестерн с гайдом мне помогает мой товарищ кенга йола пояснение по навыкам мы проматываем поскольку здесь ничего нового с прошлого гайда и сразу перейдем к сборке и тактики эмблемы тут придется разделить геймплей на игру в команде и игру соло в команде где ты уверен в напарниках и вы собираетесь часто выходить на ганг можно взять эмблемы убийцы с первым перком или если ты играешь соло либо хочешь собрать клинта в один выстрел один труп то эмблемы стрелка с первым перком дополнительный навык возмездие и очищение если ты уверен в друзьях которые надежно тебя прикроют вспышка и спринт если уверен только в своих силах сборка тут разнообразия нет это же адека лесной предмет второго уровня потом неполный тапок после бесконечная битва и добираем дальше тапок скорострельность к ленту не нужна если ты хочешь сделать из него смертоносную гаубицу они по стрелушку сурки как собирают многие сапоги воина можно взять когда в вражеской команде у противника два и более сильных физ дамагера в целом более практичные магические сапоги на кд они позволят чаще использовать пассивку третий лесной предмет добираешь по мере набора его пассивки либо сразу после бесконечной битвы это позволит быстрее забирать лес добавит в атаку чистый урон кроме того эктроген маны от него и бесконечной битвы дальше предпочитаю собирать два топора ярости берсерка до пассивки не складываются но багровый призрак дает лишь плюс 30 физической атаки а если мы на криты берем один предмет то крит срабатывает лишь с вероятностью 25 процентов не считая небольшого плюс этом глем 25 процентов это очень редко это непрактично поэтому два топора злобный рык игнорирование брони дает хороший прирост можно конечно сменить на 7 морей но я ожидал что клинок 7 морей будет давать плюс 150 процентов к атаке а теперь он дает лишь 100 процентов плюс 180 физ урона что гораздо меньше продаем лесной предмет и покупаем клинок отчаяния продаем обувь и берем еще отчаяние или удар охотника до двигаемся медленно но очень опасно теперь главное чтобы не ганганули а мы за пару пассивок снесем почти любого урон огромен игнорирование брони есть криты по две с лишним тысячи тебе обеспечены теперь о тактике красный баф must have как говорится поэтому стоим бот впрочем при подвижной тиме можно и мид соло стоять унылое дело хорошо если есть напарник с контролем это обеспечит раннее убийство если бой размеренный и у тебя в пати хороший убийца то нет особых причин дергаться с линии до сбора первого предмета клинт сильно фарма зависим с тремя предметами можно устраивать ганги из кустов что нужно знать про навыки это точное расстояние потому что клинт хорошо играется на границе собственной пассивки если активируешь ульту вот этот круг чуть чуть меньше чем дальность пассивки пассивка атакует дальше чем башня поэтому можно отстреливаться прижавшись к башне либо забирать башню противника не подходя к ней ульту можно использовать для фарма держа про запас один-два заряда на случай стычки с противником однако второй навык лучше придерживать для боя самый шик это отпрыгнуть от противника ближнего боя когда тот от тебя на расстоянии двух корпусов это позволит нанести ему урон навыкам замедлить его и враг будет все еще на расстоянии срабатывания пассивки если же отпрыгнуть с края навыка то тебе придется бежать обратно герою для реализации выстрела оптимальная комбинация это 2 пассивка ульта пассивка первый навык пассивка и далее по обстоятельствам кстати расстояние второго навыка это расстояние выстрела а расстояние первого чуть дальше примерно на корпус вот вроде и все что я хотел рассказать подписывайся на канал жми колокольчик скоро будут гайды на реоркнутых героев и атласа удачи друг а